Выдвигаемся на море, а я на море, а я на море, вот такой-то обзорчик. Красивые пальмы, это целая аллея. Все уже работают с утра, все уже работают. Доброе утро. Заходим в эту территорию другого отеля, охрана будки. То есть это общий отель, называется Симена фан-клуб. Ну, то есть разделена эта общая территория по таким отельчикам. Где-то для детей лучше, где-то просто спокойно отдыхать. Где-то очень весело. Ну, примерно расстояние, ну, как нам обещали, 100 метров, но тут где-то, наверное, метров до 200. Ну, ничего страшного, мы не балованы. Вот идем, это стоит у них общий компрессор, очевидно, который аммиачный качает, наверное, холодный воздух. За место кондиционера один большой. Направо тоже находятся отельчики. Это уже совсем другая территория. У них и пляж отдельный. Вот маленький такой отельчик. Там через дорогу напротив отеля тоже наша Симена. Вот именно оттуда прислали нам в столовую кушать. Еще много людей. Тут пальмочки тоже. Там находятся такие, как бы, дачки, что ли, отельчики такие. На 5-6 человек там тоже живут. Вот красота. Вот красота. Деревья цветут. Пальмы стоят распущенные. Очень много разновидностей пальм. И банановые, и какие-то еще, и финиковые. По-моему, они все растут. Последний день. Так не хочется уезжать. Действительно, привыкли уже. Первый день как-то неуютненько было. Но номер отлично. Номер сразу так это вписался отлично. Просторный. Ну, как я говорил насчет того, что очень такой бесшумный. Изоляция, шумоизоляция капитальнейшая. Вообще ничего не слышно, когда закроешь двери. Тишина полнейшая. Вот здесь тоже, очевидно, кондиционер гудит большой на весь отель. И вот дерево цветет. Какое-то красное, красивое. Не знаю, как называется. Но красивое. Еще одно сказал экскурсовод, когда мы ездили. Значит, у них тут в основном таблеток не пьют. Есть у них такое стручковое дерево какое-то. Вот они в основном им лечатся. Поднимают иммунитет, там, кашель, все остальное. Но именно в этой стручковое дерево. Пока мы его не видели, не слышали. Жали на рынке разных чаев ихних. Гранатовый, оливковый, там, какие-то много еще. Здесь при входе в пляж дают пиво, соки, чай. Это стоечки для омывания пресной водой. Очень удобно. Ноги, можно полностью помыть два крана. И идем именно на наш пляж. Пляж мне не особо нравится, потому что именно на нашем пляже нет никаких развлечений совершенно. Хотя вот налево, где вот именно Симона фан-клуб, там все развлечения. И мотоциклы, и шарики, и парашют, и все. А здесь вот у нас немного места. Вот по эти пальмы маленькие, которые растут. Дальше начинается уже другой пляж. И по этот пирс. Это все наше. Дальше сильно не пускают даже вечером погулять. В Средиземном. А я на этом, на Эгейском. Как же в своем этом? В своем мере, да. Зайду, сниму водичку. Вода очень чистая. Можно сказать, стерильная. И десять метров видно. Пробовал брать очки. Нырял. И десять метров, и больше видно. Но тут вот дело в том, что нет никакой растительности. Вода бирюзовая. Сейчас она почему-то не бирюзовая. Сейчас смотрю. Вот Маша балдеет. Ку-ку. А я на море, да? Орожаю. Так. Все. Сейчас я раздеваюсь и иду купаться. Пляж такой немножко ноги покалывает. Первые дни тяжело, конечно. Лучше в тапочках. Ну, ничего, можно заходить.